Девушки отдыхают Что получается? Вот как нам жить? Как нам жить? Цены растут, коммуналка растет, как жить? Значит, водка? Водка уже полтос. Водка полтос! А зарплата сгулькин хрен! Есть совесть у Голобородьки или нету? Как мне детей учить, если у меня только одна мысль? Как мне не сдохнуть с холоду? Какие конкретные требования к президенту? Я хочу нормально жить! А если Голобородьке наплевать на народ, тогда ему альба! Альба! Похоже, сладкий сон Голобородька подходит к концу. В администрации президента собрался народ, недовольный реформами президента. Ждем дальнейшего развития событий. Альба! Альба! Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, Слуга народа. У меня почти все есть, Достоинство и честь, И даже крики «Браво!» Персональный самолет Мне выделил народ, А что имею право На животу Вот тут Набьют оттуда Слуга народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Привет, Толик. Субтитров А.Кулакова 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 Первое покушение. Да прямо там, Юрий Иванович, это было всего лишь ведро. Ладно. Ничего тут постыдного нет. Некоторые падали и от куриного яйца. Мы можем поговорить? Да, пожалуйста. Молодец, Толя. Я присяду? Да, пожалуйста. Василий Петрович, не подумайте, что я злорадствую, но я вас предупреждал. Вы этими законами открыли ящик Пандоры. К страйку уже присоединились бюджетники из других регионов. Мне сообщили, что обостающих около ста тысяч человек. А ощущение, что вы все-таки, Юрий Иванович, злорадствуете? Вот напрасно вы так. Я здесь, чтобы вам помочь. Василий Петрович. Василий Петрович. Василий Петрович. Ну, вы как историк должны знать, что земля, она держится на трех китах. Я слышал этот миф. И что? А то, что в случае Украины, это совсем не миф, а реальность. И здесь все держится на трех абсолютно конкретных китах. Надеюсь. Понимаете, о ком я говорю? Догадываюсь. Так вот, эти люди хотели бы с вами встретиться и помочь вам решить эту проблему. Каким образом? Встретитесь, вы знаете, мой водитель вас отвезет. Я не думаю, что это хорошая идея, Юрий Иванович. Я бы на вашем месте, Василий Петрович, не игнорировал эту встречу. Поверьте, я ничего плохого вам не посоветую. В конце концов, мы с вами в одной лодке. Здравствуйте. Василий Петрович, прошу. Я здесь, спасибо. Ну что ж, выпейте кофейку, можно чего-нибудь покрепче. Давайте поговорим спокойно. У меня, честно говоря, нет времени ни на кофе, ни на что-нибудь покрепче. Давайте сразу к сути, о чем вы хотели поговорить. О жизни, Василий Петрович. Жизнь – это лотерея. Один выиграл джекпот, становится несчастным. А кто-то срывает шапки с прохожих и становится президентом. А третий ломает все планы, ну и становится поперек горла. Простите, я не совсем понимаю, о чем вы. Честно говоря, мы тоже вас часто не совсем понимаем. Ну, вы нам очень симпатичны, Василий Петрович. Правда? Да. Вашим романтизмом вы напоминаете нас. Много лет назад. Ну, слава Богу, нас жизнь вовремя вылечила. Вот мы и хотим тоже вас вылечить. Меня? Да. Ну, так сказать, вколоть вам вакцину в реальности, что ли. Вы не в той стране начали реформы, Василий Петрович. Во-первых, вы ничего не добьетесь. А во-вторых, вы недолго продержитесь. Да, только в Японии возможно экономическое чудо. А у нас в Украине, ну, в худшем случае революция, в худшем импичмент. Ну, скажите, оно вам надо? А стране оно надо? А мы хотим предложить вам руку помощи. А что это? Контракт? Вот счастливый билет, как хотите, так и назовите. Там цифра с восемью нулями. В банке на Кипре. Это только для начала. Поставьте свои подписи, расслабьтесь. Считайте, что вы обеспечили своих внуков-правнуков. Ну, а нам уж позвольте решать экономические вопросы в этой стране. А вы, получается, главные экономисты в стране? Да. А у меня тогда будет к вам встречное предложение. Вы для начала, пожалуйста, подайте в налоговую декларацию. Только реальные. Ну, с восьми нулями. Тогда и поговорим. Нет времени. Спасибо еще раз. До свидания. Убедились. А что я вам говорил? Угу. Парень не так глуп. Его не так просто потопить. Но. У каждого Титаника есть слабое место. Вы все понимаете, какая сложная ситуация. Мне, правда, очень стыдно. Но я не знаю, что делать. Ну, можно что-то пообещать и… Нельзя. Если пообещать, то сделать. Василий Петрович, у вас не появилось новых вариантов решения этой проблемы? Нет, Юрий Иванович. Может быть, для вас это единственное решение? Для меня это вообще не вариант. Давайте закончим с китами и со всей этой вашей мифологией, хорошо? Ну, тогда надо отменить новые законы. Вы же знаете, что я буду выглядеть глупо. Не страшно. Европа будет смеяться. Ну, как говорится, не страшно, когда на тобой смеется. Страшнее, когда на тобой плачет. Вообще, мне нужна ваша помощь. Я не знаю, как успокоить людей. Василий Петрович, вы не волнуйтесь. Для нас это не впервой. Мы обязательно что-то придумаем и найдем выход из сложившейся ситуации. Да, коллеги? Спасибо. Правда. Я очень надеюсь на ваши светлые головы. Я вот просто могу сказать, это же элементарная экономика. А президент не понимает вообще. Потому что президент у нас дилетант. И команду он набрал таких же дилетантов. Давайте мы вспомним Горбачевщину. Сухой закон. Уничтожали виноградники. Да. Закрывали ликероводочные заводы. Вот. И что? И что? Главное, главное. Люди чтоб пить перестали. Нет. Никто не перестал пить. А самое главное, чтоб бюджет ни копейки. Ни копейки не поступало. Что так на меня смотришь? Все правильно он говорит. Голобородька у власти два месяца. И какую картину мы видим? Цены растут. Доллар скачет. Давай, иди, иди. Звони своему Васечке. Забыл, а кто тебе еще пять лет каторги впаял? Давайте вспомним. У нас есть фрагменты с инаугурации президента Голобородька. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Я обещать не буду. Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Что я могу сказать такому президенту? Только одну. Ваньба. Ваньба. Господа, давайте подбираться. Еще что вы здесь подбираете? Ваньба! 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 И он набрал команду таких и дилетал. Да, да, вот этим министрам. Простите, не резиновый эфир. Давайте конструктивно. Пожалуйста, пожалуйста! Я могу на пакет. Алло. Привет, мамуль. Я в гостинице. Рядом с администрацией. Поел, конечно же. Да, но с утра у нас позавтракал. А поужинал здесь уже, в отеле. Тут крутой ресторан. Большой порции еще осталось даже. Угу. Все, не переживай, я тебя люблю. Спокойной ночи. Давай. Давай. Угу. 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 Сум으- Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер Объект, который ученые окрестили Люцифером, движется в направлении Земли со скоростью 4000 км в секунду И через несколько дней он столкнется с Землей где-то в районе Киева В результате столкновения образуется взрывная волна, которая сметет все в радиусе 900 км А затем последует резкий скачок температуры, ну примерно 600 градусов по Цельсию И все мгновенно вспыхнет Можно с уверенностью сказать, что как минимум Украина будет стерта с лица Земли А в худшем случае Земля уйдет со своей орбиты и погибнется человечество Главное, что это произойдет мгновенно Пиво, пломбир и куриная ножка – это, к сожалению, все, что я могу вам предложить в качестве компресса Хороший выбор, пиво мне нельзя, я на работе А вот ножку возьму – холодненькая Очень больно Нет, спасибо, нормально Но я сам виноват, посреди ночи добрый вечер, конечно же, я вас напугал Простите меня, пожалуйста, я не хочу Да чего вы извиняетесь? А мне еще повезло, вы бы могли купить воду в стекле Ой, господи Я просто не привыкла к тому, что здесь такое время, кроме меня, еще кто-то может быть Давайте познакомимся Анна Михайловна, ведущий специалист департамента развития Очень приятно А я Василий Петрович Рядовой президент Украины Я знаю, кто вы А я к своему стыду даже не знал, что у нас есть такой департамент по развитию, да? Чем вы занимаетесь? У нас, на самом деле, много разработок Я пыталась к вам прорваться, но у вас практически всегда нет времени Пломбир Кто? Возьмите пломбир, ножку отдайте Я подумал, вы меня назвали пломбир Да, со временем жестко, сам к себе иногда не могу прорваться И все уходит на какую-то суету Можно откровенно? Нужно Вы делаете очень много хороших вещей Но это все как-то хаотично Вам нужна стратегия Да не то будет, как всегда Бедные беднеют, богатые богатеют А государство остается в стороне Ну да Так что нужно делать? Бежать Куда? Ну, мне на метро В этом смысле? Может, я вас провожу? А вы что, не идете? Нет, я останусь Еще хватает работы Послушайте, я еще раз хочу извиниться перед вами Все нормально, забыли А вы мне обещаете, что в ближайшее время мы обязательно встретимся И вы расскажете о своих наработках Ну, конечно, обещаю В конце 2019 года их как раз будет уже достаточно Зачем так долго ждать? Ну, ваш секретарь говорит, что это единственное окно в вашем графике А, Белла Рудольфовна? Да Если поговорим, найдем окошко и вас куда-нибудь засунем А вы извините Я имел в виду, найдем время Последствия от удара Доброй ночи И вам Спасибо Счастливо 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 Продолжение следует...